Вот этого маленького дракончика и папа дракон выведет. Для этих сорванцов выступление похоже на большую игру. Надеть яркий костюм сказочного персонажа и просто веселиться. Малыши давно научились справляться с волнением. Ведь выход на сцену у них далеко не первый. Перед зрителями младший состав ансамбля даст фору и взрослым артистам. Мы танцуем драконов, мы выполняем из яйца блестящего. Мы там кричим а-а-а, еще мы там мучаем папу дракона, балуемся с ним. Создавала творческую команду выпускница Ростовского училища культуры в течение 25 лет. В 92 году ансамбль сорванцы получил звание народного. Большинство бывших участников связали свою жизнь с искусством танца. Как Анна Новоточного. Экономист по образованию начинала свой творческий путь, как и ее подопечный в 4-летнем возрасте. В ансамбль ее привела мама. И спустя 20 лет Анна уже сама ставит номера юным танцорам. Занятия акробатикой и гимнастикой не прошли даром. Двигается девушка не хуже артистов балета «Тодес». Это извержение вулкана, это лава, она всепоглощающая, она яркая, горящая, она захватывает все. Если вулкан извергается, это все вспышки. С самого раннего возраста сорванцы развивают свою гибкость и чувство ритма в разных направлениях танца. Эстрадам, современном и акробатическом. Екатерина Лободина, Андрей Карабхо, Южный регион, Инфо.